Субтитры делал DimaTorzok Вы достаточно часто сожалели о распаде Советского Союза И вот сейчас такая перспектива создания Евразийского Союза Ваши впечатления, вы довольны? Я считаю, что поздно, как всегда все в России поздно происходит Да, шансы были в середине 90-х годов, в конце 90-х годов И я выступал за это, за создание вообще восточноевропейского сообщества Но жизнь-то пошла в другом направлении Пошло 20 лет, мы проснулись, слушайте, а может быть объединиться Когда мир идет по другим технологиям Практически вся Европа в Европейском Союзе А почему, собственно, нам туда не двигаться? Я считаю, что абсолютно правильно Тем более, что те люди, которые возглавляли Россию 100 лет назад Они с этой идеей, объединенной Европой, в скрытых границ И приехали, и Ленин, и Роза Люкси Андрея Фанальевна Ну, я считаю, что, во-первых, это очень своевременно Здесь я не согласен с Алексеем Митрофановым Не поздно Не поздно Несколько попыток у нас, как бы, реинтеграционных были После распада Советского Союза Но они, кстати, не пропали зря Кое-какой опыт мы накопили, кое-что было сделано Сейчас же мы наблюдаем достаточно сложную ситуацию в Европейском Союзе И многие вообще ставят под вопрос, состоялся ли Европейский Союз Как действительно такой грандиозный проект Мы знаем, в каком тяжелом положении находится Евро Так что сейчас самое время снова поднять флаг Достаточно глубокой интеграции на постсоветском пространстве Он поднят И я думаю, что это и хорошо, и для выборов Поскольку у нас большая часть, я думаю, населения поддержит эту идею Так же, как в Белоруссии и Казахстане А может быть и в некоторых других странах СНГ Но, в принципе, я думаю, что это очень хорошая, долгосрочная Четко сформулированная задача Которую придется реализовывать на протяжении достаточно длительного промежутка времени Я извиняюсь, мы с 70-х годов слышим про кризисы в Евросоюзе Торговые войны, еще какие-то проблемы с валютой Да, но, Алексей, мы не разу еще... И они идут... Кризис это признак того, что есть движение Тихо на кладбище, там ни кризисов, ничего Однажды я за рулем своей машины, у меня хобби такое Доехал от Хельсинки, Финляндии, до Лиссабона Проехав всю Европу Так Никаких границ вообще нет Никаких, ни одного гаишника не было, вы не поверите, на этом пути Я хотел бы, чтобы я так же мог доехать на машине из Москвы до Ташкента Тоже без гаишников и границ Второе Так Значит, второе В Европе общая валюта, она называется евро Я хочу, чтобы Россия тоже была в Евросоюзе И общей валютой был бы наш рубль Вот это было бы здорово, правда? Тысячи лет немцы и французы воевали друг с другом Иногда раз в сто лет добираясь до России, да? А сейчас они уже никогда не будут воевать, потому что у них общая армия И я прекрасно понимаю, что у нас проблемы с армией У нас очень мало рождается мальчиков, да? А в других странах СНГ их наоборот перебор Не знают, куда девать молодых, да? Я хотел бы, чтобы была общая армия И во главе был русский генерал Я хочу, чтобы мы объединились и получили все выгоды Свободный проезд от Европы до Азии Общие деньги, да? И так далее Поэтому надо объединяться, но так, чтобы все от этого выиграли И за этим будущее, вы не поверите? Все люди-братья Знаете, я где-то вот согласился бы с Митрофановым Все-таки Евросоюз, сколько бы там кризисов не было Он, безусловно, сохранится Почему? А именно потому, что надо создавать Евразийский союз Почему? Потому что тенденция в мире сейчас пошла именно такая Что вот эта вот всеобщая глобализация в итоге Реально выродилась в формировании региональных больших экономических кластеров Это Евросоюз, это Меркосу в Америке Это НАФТа в Северной Америке Это ОСЕАН там в Юго-Восточной Азии В этих условиях ситуация такова Ни одно из этих объединений, сколько бы не мечтал Я вместе с Надеждиным о том, чтобы мы вошли в единую семью европейских народов Они все для нас закрыты Значит, единственное, что прагматично остается Что-то создавать самим альтернативное Своим альтернативное сложно Если коллеги начнут говорить, насколько это сложно Я за ними буду соглашаться И не удастся, может быть, но это единственный для нас выход Потому что другое Это для вот этих больших формирующихся экономических кластеров Стать сырьевым и дешевым трудом То есть, если сейчас ничего не начнем создавать То перспектива у нас одна Мы становимся поставщиком сырья Да вы нас толкаете в обнимку с узбеками и таджиками Спасибо вам Речь идет сейчас не о том, чтобы нам противостоять Соединенным Штатам и Европе А просто для того, чтобы быть одним из ведущих игроков в мире Для этого и надо объединяться Для этого нам нужно иметь минимальный хотя бы размер рынка В районе примерно 200 миллионов человек Само по себе существование и единого экономического пространства И тем более таможенного союза Не отменяет там, скажем, вступление в ВТО Поскольку Казахстан, как мы знаем, он уже в ВТО Не отменяет перспективы, скажем, интеграции России в Европейский Союз Если когда-либо это было бы вообще возможно То есть я не вижу здесь противоречия между одной и второй инициативой Украина, меня все-таки интересует этот вопрос Как вы думаете, есть надежда на то, что Украина тоже захочет поучаствовать в этом проекте? Надежда есть на самом деле Но Украина девушка хитрая, она всегда бегала между ляхами и москалями И как-то пыталась решать свои вопросы, понимаете? Вот, и никогда не привыкала к одним Правильно делает, кстати говоря? Правильно, что с нами-то идти? Мы огромная страна, самая большая страна в Европе С такими ресурсами Украина это мелко для нас Украину мы съели, зачем нам Украину? Бразийский Союз, Украина нам нужна, как вы думаете? По смыслу, по геополитическому нужна Но нам нужна Европа Зачем нам казахи и все, и украинцы? И страшная опасность для Украины состоит как раз в том, что она по-прежнему будет метаться между нами и Евросоюзом Евросоюз ее явно не пустит Она стоит в очереди за Турцией А Турцию не примут никогда А Турцию не примут Ну, по крайней мере, в ближайшие 30-40 лет Поэтому икраина может в экономическом плане И в социальном, в культурном Оказаться не там и не там И очень сильно проиграть И Украина проиграет, если она не войдет в Евразийский Союз гораздо больше, чем проиграет Россия Вот есть украинские олигархи, которые, надо сказать, влияют на политическую ситуацию в стране Значительно сильнее, чем у нас Так вот, в их интересах бесконечный бег на месте в сторону Евросоюза Тогда, значит, их вклады в западных банках безопасности Их обшоры в безопасности, так сказать, как с Лазаренко не будет И второе, безусловно, они боятся наших олигарх Они считают, что вступив в таможенный союз, вступив в общеэкономическое пространство Их просто наши олигархи купят Посмотрите на карту, что будет, если Европа присоединит Россию? Сколько там этой Европы? Я уверена, что есть еще и такие опасения Это не тот случай, когда они не могут нас взять И не возьмут никогда А нам этого и не надо Потому что Европа, Россия исторически всегда была тем интеграционным центром К которому стремились народы Когда складывается, скажем так, Евросоюз и так далее Другие, нужно иметь как бы вектор, к которому могут стремиться те, кто рядом с нами Те, кто наши соседи Те, кто по историческому, этническому, политическому опыту Всегда были на тех или иных этапах истории с нами Все, что называется Евросийский Союз Это наша трагедия Трагедия русского человека, которые никуда не берут Нас никуда не берут Ни в ЭТО не берут Ни в Евросоюз не берут Хочется нам иметь свой... Это отчаяние Это отчаяние Украина, это антироссийский проект всегда Понимаете, она всегда будет... Они считают себя хитрее Что без них мы не обойдемся И есть хитрее И есть хитрее, я соглашусь с Алексеем В общем-то, поэтому это все наши наивные вещи И еще Отдать должное нашим властям Я их очень уважаю за то, что их штурмует небо Потому что создавать интеграцию С практически феноменально жестокими Авторитарными режимами С казахстанским и белорусским Понимаете, авторитарные режимы Они в принципе не интегрируются Что мы будем делать в Беларуси Когда останется вопрос о перемещении Четырех этих пространств Товаров, услуг И всего остального Мы реально, Алексей, согласен полностью Мы реально, через наш таможенный союз Превращаемся в рынок для Китая Да? Мы входим в Китай То есть опять китайцы выигрывают Мы входим в Китай Вопрос мой касается проблемы Огромного количества мигрантов Давайте представим Создан Евросийский союз Все квоты отменены Будет ли это означать, что Граждане других стран Смогут беспрепятственно Переехать на жительство в Москву? Ну а казахи тем вам опасно Они здесь не работают, они богатые Сейчас по очереди По очереди, да Мне жалко, пусть они приезжают Проблем нет Там нет граждан Узбекистана Таджикистана, Украины Пока это две республики С которыми нет иммиграционных проблем Но это пока Мы до сих пор не заметили Почему Москва так увеличивается Последняя перепись населения Показала, что города-миллионники В России не выросли Только Москва выросла на несколько миллионов человек Потому что в стране чудовищная поляризация Потому что медицина, здравоохранение Образование только в Москве А кругом ничего нет Поэтому, конечно, поедут в Москву Конечно, будет здесь переизбыток, переуплотнение Но с 1935 года Сталинский план расширения Москвы Исходил из того, что город переуплотнен И увеличивать его нельзя 70 лет ничего не сделано 80 Вот в Волгопродном, где я живу Подмосковье Уже во дворе поселились негры Из Нигерии И когда сюда приедут индусы и китайцы Нам эти таджики и казаки Покажутся родными, поверьте мне